Что такое электронный документооборот? Что такое электронный документооборот? Что такое электронный документооборот? То есть совокупность процессов, которые направлены на создание, обработку, передачу документов, а также их использование и хранение. Почти без бумажных носителей. Почему почти? Об этом скажу чуть позже. Но говорить о том, что это полностью без бумажный оборот, наверное, было бы не очень честно. 99,9% – да. Но есть нюанс, об этом обязательно скажу чуть попозже. Какова цель ЭДО? Ну, наверное, как и у любого другого приложения. То есть оптимизировать бизнес-процессы на предприятии, а самое главное – получить эффективную экономическую выгоду от использования вот этих вот систем. Каковы были основные предпосылки? Я думаю, что они, наверное, у всех общие, за каким-то очень резким исключением. Их не очень много. И сейчас вот самые основные как раз есть у меня на слайде. То есть первое – сокращение финансовых затрат. Это, в общем-то, забота любого предприятия, любого учреждения. Сокращение ручного труда сотрудников. Конечно, для того, чтобы бизнес-процессы были выгодными, чтобы у них был хороший результат, то, конечно, ручной труд зачастую очень мешает, скажем так, в нашей работе. Особенно если говорить о том, что у нас стремление к полной автоматизации бизнес-процесса. Повышение исполнительской дисциплины. Очень важный момент – это соблюдение каких-то установленных форм и стандартов при составлении документов. Соответственно, вот электронный документооборот, поскольку он все-таки регламентируется и со стороны законодательства, и со стороны разработчика, есть стандарты, которые уже воплощены в самом сервисе и которые помогают сотрудникам соблюдать все установленные стандарты и формы. И, конечно, это повышает дисциплину, уменьшает количество каких-то ошибок, ну и сохраняет и рабочее время, и сохраняет и деньги. Поскольку мы все знаем, что нарушение дисциплины часто заканчивается какими-то экономическими неприятными вещами. Дальше. Предпосылка – снижение риска потери документов. Ну, все очень логично. Электронные документы потерять достаточно сложно, а вот с бумажными у нас периодически такая неприятность происходит. Еще один очень хороший фактор, который относится к электронному документообороту – это снижение дебиторки. Ну, казалось бы, каким способом, каким образом? Все-таки есть наблюдение. Поскольку у нас очень много региональных партнеров, то могу сказать, что это наблюдение образовалось даже на личном опыте. Поскольку у нас много удаленных региональных партнеров, то вот обмен документами первичкой бывает зачастую очень растягивается по времени. Пока отправишь акт, пока получишь обратно это все время, особенно если нужно что-то поправить, это дополнительное время. Как результат, оплату по этим документам получаем очень и очень с отсрочкой. Так вот, электронный документооборот сильно сокращает сроки, помогает устранить достаточно быстро и корректно ошибки, если вдруг таковые имеются. И вот как раз снижение дебиторки здесь как результат хорошей слаженной работы по ЭДО. Поэтому предпосылка очень хорошая. Ну и еще одна, тоже очень распространенная предпосылка – это взаимодействие с контролирующими органами. Все прекрасно знают, что сейчас невозможно сделать ничего без контроля. Правительство заботится о нас повсеместно, всесторонне, ежечасно, ежеминутно. Поэтому любое наше действие, любой наш процесс тем или иным образом как-то взаимодействует с госорганами. Ну, ЕГАИ с алкогольку, наверное, все уже слышали давным-давно. Работает вот Меркурий теперь есть. Теперь вот маркировка товара. Ну вот то, что на слуху. Налоговая нас контролирует повсеместно. То есть если компания занимается продажами, то здесь точно есть взаимосвязь и точно есть какая-то отчетность. Поэтому ЭДО вот эти все предпосылки хорошо закрывает. И, в общем, сейчас мы немножечко, может быть, поподробнее об этом поговорим. Еще хотела обратить внимание на то, ну вот предпосылки мы рассмотрели, какие проблемы у пользователей закрывают, мы так себе уже представили. Но есть еще такое вот разделение самого электронного документа оборота. В зависимости от того, что нам ближе, именно вот этот результат, этот итог нам помогает правильно построить у себя на предприятии электронный документ оборот. То есть вот есть три основных направления. Внешний ЭДО с государственными органами – это в том случае, если у нас очень большой обмен именно с фискалами, с какими-то контролирующими государственными учреждениями. Поэтому здесь есть свои правила. Все это регулируется на законодательном уровне. Для каждого такого процесса есть какие-то принятые приказы, постановления, уведомления. То есть здесь все четко. И здесь, наверное, больше будет идти уклон на то, чтобы организовать у себя внутри какой-то процесс в соответствии с каким-то законодательным нормативным документом. Есть внешний ЭДО с партнерами. Здесь немножечко все попроще. Есть, конечно, стандарты и правила, установленные государством для осуществления внешнего ЭДО с партнерами, но по большей части все-таки контролируется, регулируется именно соглашением сторон. Об этом я обязательно расскажу позже. А есть еще внутренний ЭДО. Наверное, сам сервис, один из электронных документов оборотов, все-таки направлен больше на внешний обмен. Но внутренний при этом тоже никто не отменял, потому что даже при обмене с нашими партнерами все равно кто-то документы должен создать, согласовать, подписать, посмотреть. Поэтому в этом случае внутренний ЭДО в большей или меньшей степени, но неразрывно связан с внешним и тоже имеет место, тоже имеет право на свое существование как отдельное направление ЭДО. И еще такой важный момент для понимания, как в дальнейшем у себя организовывать сам процесс, это какие же есть виды электронных документов. Есть формализованные, это те, которые у нас создаются по форматам налоговой инспекции, каких-то государственных документов. То есть они четко регламентированы. Шаг влево, шаг вправо здесь не допускается. И поэтому если мы по большей части именно будем обмениваться такими вот формализированными документами, то здесь у нас будет построение, написание регламентов и инструкций уже очень близко к тому, что нам рекомендует законодательство. А есть неформализованные. То есть это все остальные документы, которые у нас не подпадают под первое понятие. То есть вот если это не счет фактура, ни акт приемки работ, ни УПД или не еще какой-то документ, который является первичным документом и строго рекоментируется налоговым органом, то его можно отнести как раз к неформализованным. При этом формат у документов произвольный, какой вам будет удобно для использования, может быть PDF, может быть Excel, может быть какой-то графический документ. Ну здесь в общем нет никаких ограничений. Тут все зависит от того, как удобно самим пользователям, какие форматы ближе, скажем, к душе и к работе. И здесь, соответственно, будет уже инструкции, регламенты по внутреннему обмену, больше ориентированные даже не на какие-то законодательные нормативы, а уже на соглашения между самими партнерами, как они себе видят вот этот весь обмен. Ну и еще один очень важный момент, который обязательно следует помнить – электронная подпись. Ну вот электронная подпись, она обязательно участвует в электронном документе обороте, но есть очень хороший плюс, если говорить об 1С и ДО, да и, в общем-то, наверное, о других распространенных сервисах для электронного документа оборота, это то, что можно хорошо сэкономить на самой электронной подписи, потому что для ДО подходит практически любой сертификат электронной подписи, который принимает ФНС. То есть если у вас уже подключена 1С-отчетность, к примеру, как вариант, то электронная подпись, которая используется для отчетности, вполне себе подойдет и для ДО, и уже не нужно будет тратить время и деньги на какие-то дополнительные приобретения для того, чтобы осуществлять полноценный электронный документ оборот. У нас тут есть какие-то вопросы. Коллеги, если никто не против, то вот здесь есть целых два вопроса, я бы на них ответила. Вопрос по маркировке и ДО в 1С. Когда и каким образом планируется закрыть такую дырку в 1С? При попытке сформировать от организации документ УПД для отправки по ЭДО с кодами маркировки, 1С не подкрепляет коды маркировки в случае, когда в цепочке передачи этих кодов от производителя рассматриваемой организации есть те, кто передавал данные коды не по ЭДО, а напрямую в ЧЗ. Мария, вот к сожалению, я не смогу сразу ответить на этот вопрос, потому что пути Господни в данном случае неисповедимы. Знаю, что точно есть такая проблема, обещают исправить, когда вопрос открытый даже для нас. Хотя нам, конечно, тоже очень бы хотелось, чтобы подобные разрывы в цепочках как можно быстрее закрывались, потому что, правда, быстро найти решение здесь не всегда получается, все зависит еще от того, какой процесс у самого пользователя настроен, но, по крайней мере, обещают, что точно будет все закрыто. И так, следующий вопрос. Можно ли использовать 1С ЭДО для внутреннего документа оборота, например, для документа перемещения между региональными складами. Для этого какие подписи используются, для кладочников тоже нужны ЭЦП. Евгения, смотрите, вот для внутреннего документа оборота ЭДО, да, его можно использовать, особенно если у вас структура компании как бы территориально раздроблена, или это может быть просто разные отделы, службы, департаменты, между ними можно вот этот обмен настроить. Есть два нюанса. Первый, хороший, положительный. Те, кто будет подписывать, заверять какие-то документы, ну вот как, например, здесь документы о перемещении между складами. Здесь не нужна так называемая усиленная, квалифицированная электронная подпись, которая обычно используется для каких-то отчетных документов. Здесь достаточно простой электронной подписи. Соответственно, если только для вашего внутреннего какого-то документа оборота, то ее можно создать даже какими-то подручными технологическими средствами на базе Windows. Сейчас вот сильно не буду заострять, потому что не обладаю прям широкими знаниями, но точно знаю, что можно. Либо можно использовать обычную электронную подпись, которая есть, предоставляется в рамках сервиса 1С-подпись. Она, кстати, подойдет для очень многих процессов и в том числе для каких-то таких внутренних перемещаемых документов. Она подойдет и, в принципе, для электронного документа оборота с партнерами. Не подойдет только для ФНС, а для всех остальных случаев очень даже хорошо подходит. Поэтому, да, организовать можно. И второй нюанс, на который точно нужно обращать внимание, о том, какая цепочка согласования у вас в компании на сегодняшний день существует. Потому что все-таки сам электронный документ оборот, он не задумывался как что-то очень большое и масштабное. Здесь уже типового функционала, наверное, ну, будет недостаточно, так будем честными. Здесь, если очень сложный процесс внутри компании, больше, наверное, подойдет система электронного документа оборота. То есть, который немножко отличается по своему принципу от ЭДО. Но в любом случае, конкретно на ваш вопрос ответить могу. Да, можно использовать ЭДО для внутренних оборотов и достаточно обычную простую электронную подпись. Если есть какие-то еще уточнения, то, в принципе, могу на них тоже ответить. Но там, где я говорю, что не готова дать полный ответ сразу, то все эти вопросы будут зафиксированы, и точно на них подготовим после вебинара более развернутые ответы с какими-то, может быть, ссылками, какими-то замечаниями, письмами, комментариями от производителя, от разработчика. Ну, то есть, постараемся как можно полнее дать ответ на ваши вопросы. Так, следующий вопрос. Добрый день. При обмене неформализованными документами, например, в формате Excel или PDF, данные документы будут подписаны ПМ? Да. Такие документы, которые у нас участвуют в обмене в произвольном формате, они тоже подписываются электронной подписью. Единственное отличие от формализованных документов в том, что электронная подпись к произвольным документам идет служебным дополнительным файликом. Но она имеет силу, такая подпись обязательно является неотъемлемой частью самого электронного документа. И, например, если есть какой-то запрос от тех же контролирующих органов или от вашего партнера, контрагента о предоставлении документа с подписью, то вот этот служебный файлик, который содержит в себе вот эту электронную подпись, обязательно прикладывается к этому электронному документу, который был отправлен в произвольном формате, и здесь все законно. Точно все законно. Насколько обязательно заключение соглашения об использовании ИДО между контрагентами? Например, зачастую поступает запрос на переход на ИДО от партнеров, но без соглашения и технически ничего не мешает началу работы. Илья, ну на самом деле соглашение… Вот я об этом точно еще позже скажу, когда мы будем говорить о том, какие этапы точно нужно соблюдать при организации электронного документа оборота в компании. Но здесь, наверное, больше уклон именно на какую-то юридическую сторону, потому что соглашение, оно позволяет договориться двум сторонам о том, какой обмен они для себя будут считать значимым. То есть вот есть произвольные документы, которые не в формате XML, которые не подпадают под какие-то строгие законодательные акты и регламенты. Но при этом, если стороны между собой договорились посредством вот этого соглашения о том, что вот мы будем меняться накладными, например, какими-то складскими, или еще какими-то документами, которые вот обязательно участвуют в этих взаимоотношениях, и мы признаем, что этот обмен законный, значимый, и мы у себя, каждый из сторон принимает этот документ к учету, то вот в этом случае документ точно будет значимым и точно можно будет его принять к учету. И даже никто вопроса особенно не задаст, а почему вы, собственно говоря, вот именно так этот учет у себя проводите. Можно, конечно, без соглашения работать, в любом случае все наши процессы хозяйственные в той или иной степени как-то регламентируются законом, поэтому если соглашения нет, то придется на каких-то законах потом подтверждать, почему мы именно так производим обмен документами, а не как-то иначе. Ну, мое личное субъективное мнение, что соглашение, оно все-таки нужно, потому что если есть какая-то четкая договоренность между сторонами, то оно всегда в работе проще, полезнее, меньше сопутствующих вопросов. Можно, пожалуйста, если ответила на вопрос, то хорошо, если есть какие-то еще уточнения, то дополнительно обязательно материалы дадим. Можно, пожалуйста, выложить презентацию с общедоступной ресурсой «Проблемы с интернетом?» Я не видела начала вебинара. Коллеги, у меня, по-моему, вот была галочка общая, но… Снять, поставить. Попробуйте еще раз, пожалуйста, я снова добавила галочку. Можно ли использовать электронные подписи, размещенные в облачном хранилище? Вера, смотрите, есть сейчас некоторые ограничения именно по облачной электронной подписи. Но могу точно сказать, что уже сейчас есть в планах, даже не то, что в планах, на законодательном уровне вывести облачные электронные подписи, ну, буквально на стопроцентное полноценное использование. Есть то ли приказ, то ли постановление. Вот сейчас точно не скажу. И вот облачная подпись будет использоваться в полном объеме не сейчас. Это планируется на следующий год. То есть удостоверяющие центры, которые выдают вот эти электронные подписи, должны к этому процессу тоже как-то подготовиться, пройти какие-то проверки, пройти какие-то дополнительные процессы у себя организовать, ну, вот если так, в общем. Но в любом случае сейчас есть ограничения по электронной подписи, по ее использованию, но планируется эти ограничения снять и со следующего года уже использовать их в полном объеме. Поскольку сейчас очень такое динамичное движение именно в сторону облачных технологий, удаленных каких-то сервисов, то все вопросы с этим связаны, ну, также очень рассматриваются массово со всех сторон. Поэтому электронную подпись можно будет на 100% использовать чуть попозже. Итак, немножечко отвлеклись, поговорили о каких-то сопутствующих моментах, вопросах. Предлагаю продолжить. Итак, какую-то вводную теоретическую часть посмотрели. Теперь перейдем к возможностям. Зачастую вот эти возможности рассматривают именно как преимущества, но мне бы почему-то хотелось, чтобы их воспринимали именно как возможности. То есть сервисы для электронного документа оборота, их много, суть у них у всех, как правило, одна, но вот возможности немножечко отличаются. Мы сейчас рассмотрим в разрезе 1С ЭДО. Первая возможность, которая также является их преимуществом, это простота подключения. То есть у нас есть очень простой, интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пошагово произвести настройку самостоятельно и даже без привлечения специалистов и партнера, который сопровождает и помогает с 1С. И даже айтишника можно не звать. Ну, поскольку сам процесс полностью встроен в 1С, везде есть какие-то ссылки, стрелки, описания, направления, поэтому действительно сам процесс подключения достаточно простой. А если, например, вы еще подключаете 1С Отчетность, то здесь еще проще. Поскольку 1С Отчетность содержит в себе кнопочку «Подключите до» и здесь все буквально одним кликом, как пишут. Вот прям не соврали, действительно одним кликом. Поэтому такая возможность очень хорошая. Не нужно дополнительных ПО, каких-то сторонних приложений, а прям все в программе у себя настроить. Тем более, что интерфейс в 1С, процессы разные, интерфейс один, поэтому сильно и привыкать не придется к чему-то новенькому. Ну и сам интерфейс электронного документа «Оборота», после того, как мы его подключили, настроили, тоже достаточно прост. Достаточно прост, содержит в себе все самые необходимые процессы и всю информацию по нашим электронным документам и нашим контрагентам, с которыми мы обмениваемся. Все есть в одном месте, все можно сразу посмотреть, никуда даже не переходя из одного окошка в другое. Все рядышком. Поэтому очень хорошая возможность, и она же зачастую и преимущество. О том, как оно выглядит в реальности, нам Кристина чуть позже покажет. У меня тут просто два слайдика, такие, которые мне показались красивыми и достаточно понятными. То есть помощник подключения к сервису ЭДО есть в любой программе 1С, может быть, там за редким исключением. Есть возможность выбора оператора ЭДО. Есть возможность подключить сразу несколько операторов. Кстати, что тоже очень хорошая возможность и очень хорошее преимущество. Ну и, в принципе, там дальше пошагово тоже все простенько. Поэтому вот один такой слайдик, который показывает… Самое главное, есть помощник. И слайдик, который нам показывает о том, как выглядит сам интерфейс. Многие говорят о том, что интерфейс ЭДО очень похож на какой-то электронный почтовый сервис. То есть есть входящий, есть исходящий, есть на подписи, не на подписи. Но, в общем, то, что нам позволяет очень быстренько привыкнуть к нашему новому приложению. Если говорить еще о полезных возможностях, вот самые главные. Ну, наверняка, они реализованы в каких-то других сервисах, но в 1С они точно есть, поэтому здесь стопроцентно возможность присутствует. Ну, первое. Автоматическое формирование учетных документов, которые у нас появляются в нашей учетной программе на основе входящих документов. То есть вот та предпосылка – уход от ручного труда, уход от каких-то ошибок. Вот та самая хорошая возможность, поскольку, когда к нам приходит какой-то входящий документ, мы его принимаем, сопоставляем. Ну, такой вот процесс там, может быть, чуть позже посмотрим. И у нас сразу формируется входящий документ, который попадает в нашу учетную систему. Он привязывается к какому-то или договору, или счету. Ну, в общем, есть тоже какой-то документ вот в этой связке, но, по крайней мере, наша учетная система сразу видит, что пришло, от кого пришло, зачем пришло, и куда это теперь нужно разместить. Еще очень хорошая возможность – вот как раз автоматическое сопоставление номенклатур. Как раз вытекает из предыдущей. Когда к нам пришел какой-то акт, в котором содержится определенная номенклатура, которой еще нет в нашей программе, то вот здесь можно просто одной кнопкой сопоставить, внесить номенклатуру в свою учетную систему и уже использовать дальше в работе. Только один раз нужно это сопоставление. Если будут приходить документы с подобной номенклатурой, то она у нас уже есть. Соответственно, очень экономится время. Следующее. Автоматическое заполнение журналов, реестров, входящих, исходящих документов. Ну, тоже вытекает из предыдущих двух. То есть есть какие-то входящие документы, вот они у нас сразу куда-то и распределяются по нашим журналам-реестрам. Есть еще очень хорошая возможность. Правда, не всегда и не все ей пользуются. Ну, тут, наверное, больше отсыл к тому, насколько правильно и четко настроены внутренние процессы вот этой цепочки согласования. Вот есть возможность подписать электронные документы в один клик. То есть выбираем сразу несколько документов, которые имеют в себе там что-то, что-то общее. Например, сразу несколько актов по одному договору. Ну, вот у нас такое очень плотное общение с каким-то партнером. От него пришла пачка документов. Вот их надо все в один клик подписать. Вот есть такая возможность. Не нужно тратить время на каждый. Еще очень хорошая возможность. То, что в ЭДО предусмотрено разграничение прав доступа к электронным документам. Ну, если у нас несколько сотрудников, разные отделы, департаменты, то, конечно, очень хочется сохранить какой-то порядок. Кому-то дать доступ к одному виду документов, кому-то к другому. Кто-то только смотрит, кто-то имеет право и подписать. Поэтому вот в ЭДО такая возможность есть. Может быть, она не распространяется на какие-то очень крупные и много содержащие в себе этапы цепочки согласований. Но, по крайней мере, какие-то основные моменты точно доступны для разделения. Есть хорошие фильтры для поиска. То есть можно делать сортировку по разным параметрам. Есть удобные очень, скажем так, инструменты для какой-то работы с документами. Можно перенести от одного сотрудника к другому, к примеру, перенаправить. Ну, это, наверное, тоже больше относится к цепочке. Но, тем не менее, очень удобно для поиска вот эти вот все фильтры. Ну, то есть сам интерфейс сохраняемых документов, он достаточно простой. И там всегда можно найти все, что нужно. То есть тут точно не потеряется. Все реквизиты, параметры у этого документа тоже сохраняются. И всегда видна история по каждому документу. То есть все в одном месте. И нужно смотреть в разных приложениях, в разных окнах, что с этим документом произошло, почему он оказался здесь, а не в другом месте. Ну, и какова дальнейшая его судьба. То есть будет он в архиве где-то храниться, или, может быть, его еще куда-то нужно направить. Еще очень хорошая возможность. Но она, конечно, относится уже ко всем операторам электронного документа. Отобороты не только к 1С, но это очень полезный инструмент. Гарантированная доставка получателю. Мало того, что этот документ точно не потеряется где-то по дороге, он точно будет доставлен. Еще и ответственность за эту доставку полностью берут на себя операторы ЭДО. Причем берут они даже не столько добровольно, сколько добровольно-принудительно. Но вот для нас, как для пользователей, ну, а мы тоже также используем ЭДО для своих каких-то... процессов обмена. Вот если я, как простой пользователь, смотрю на всю вот эту вот доставку-недоставку, то считаю, что здесь ответственность, которая лежит на операторе, которая снята с меня, ну, это очень полезно и приятно. Еще очень хорошая возможность – это наличие архива электронных документов прямо в программе 1С. То есть мало того, что прямо в интерфейсе самого электронного документа оборота есть кнопка для доступа в архив, но при этом еще и все вот эти электронные документы можно хранить как на ресурсах разработчика, так и на ресурсах партнера 1С, либо на своих собственных. То есть вместо выбираем по своему усмотрению и по своим каким-то предпочтениям, но в любом случае это будет хороший защищенный электронный архив, который вам будет доступен прямо из интерфейса ЭДО. Ну и еще такая очень хорошая галочка в помощи. Через справочник контрагента всегда можно посмотреть, кто из ваших партнеров подключен к ЭДО, при этом независимо от того, с каким оператором у ваших партнеров есть электронный документ оборот, и даже у этого контрагента может не быть 1С. Но в любом случае информация о том, можно с ним обмениваться уже электронными документами или еще не можно, вот это сразу можно увидеть в программе 1С. Поэтому возможность такая тоже очень полезная. Итак, вот если говорить о том, чем же нам так полезен именно сервис 1С ЭДО. Ну, во-первых, в последнее время сервис очень хорошо показывает свою конвергенцию технологическую. То есть, поскольку у нас много разных операторов, много разных приложений, с которыми мы работаем, много разных партнеров, и объединить в каком-то одном сервисе весь функционал, для того, чтобы можно было работать с разными партнерами, с разными операторами, с разными приложениями, ну, тогда бы у нас из сервиса просто получилась какая-то очень огромная машина для электронного документа оборота, сложная, перегруженная разным функционалом, зачастую нам даже не нужна. Но вот в данном случае 1С ЭДО смог объединить в себе возможность работать и с разными операторами, и с разными приложениями, и даже с теми партнерами, которые не имеют 1С в принципе, но обмениваться можем, обмениваться можем, при этом единственное, что может быть нас, может где-то там по времени остановить, это роуминг, об этом я еще расскажу. А во всех остальных случаях, ну, поскольку у нас вся первичка, она для всех едина, счета фактуры, формат установлен законодательством, как выглядит так, это в принципе тоже, поэтому какие-то все вот эти унифицированные документы мы все равно обмениваемся в каком-то едином формате. Если это какие-то произвольные документы, дам достаточно соглашения, в котором мы договоримся, как мы вот произвольными документами обмениваемся. А все остальное технически у нас уже есть. Есть вот эти все связки, есть вот эти все, скажем, возможности, и поэтому сервис, который объединил в себе не функционал разных приложений, а именно возможность работать с разными приложениями, это очень хорошая возможность и преимущество. И, собственно говоря, если обсуждать работу с разными приложениями, то если вот есть среди нас сотрудники, которые занимаются технической стороной, и настройкой сервиса, то, может быть, для них будет полезна информация на этом слайде. То есть если мы обмениваемся с разными партнерами, которые работают в типовых программных продуктах 1С, ну здесь как бы вопросов особо нет, есть встроенный сервис, есть типовой функционал, есть какая-то инструкция, и мы так все пошагово настроили, пользуемся. Но вот если наши партнеры используют что-то нетиповое, сильно переделанное, переписанное или вообще не 1С, то и здесь у нас не отбирают возможность обмениваться электронными документами, но при этом предлагают подключить клиенты до 1С-ный продукт, либо использовать библиотеку электронных документов. Просто тоже небольшая конфигурация, которая помогает, скажем, наладить вот этот типовой обычный привычный нам функционал в тех программных продуктах, которые обычными доступными способами не смогли принять вот эти вот все функции. Так, у нас тут еще немножечко вопросов накопилось. Пока не ушли далеко от темы, по которой вопросы, то, наверное, все-таки отвечу. Контур работает уже сейчас с облачными хранилищами. О каких проверках идет речь, прошу пояснить. Да, может быть, контур работает. Я не очень хорошо знаю функционал сторонних сервисов. То есть я знаю, что они есть, я знаю, что мы с ними точно можем работать. Знаю, как организовать обмен с нашими партнерами, с того же контура, с того же тензора. Но хорошо функционал, ну, не знаю, мне все-таки ближе продукты от 1С. О каких проверках идет речь? О проверках чего? Оточните, пожалуйста, может быть, я не очень хорошо понимаю вопрос. Где видно в 1С, что партнер подключен к ЭДО? Евгения, если открыть справочник контрагенты, у нас появляется список наших контрагентов. И справа есть колоночка. Называется она ЭДО. И если наш контрагент подключен к сервису, то напротив этого контрагента будет такой вот значок ЭДО. Тогда будет понятно, что он использует. Ну, а дальше уже делать техники, связаться, уточнить с каким партнером, с каким, вернее, оператором настроен ЭДО. Ну, а дальше уже все по регламенту. Будет ли организована работа с оператором Диадок? Андрей, ну, если говорить о обмене между 1С ЭДО и Диадоком, контуром, то такая возможность имеется. Она уже давно организована. Другой вопрос, что сейчас, чтобы подключиться к нашим контрагентам, которые через Диадок работают, да, нужно настраивать роуминг. Здесь мы бессильны что-либо сделать, как-то повлиять, поскольку здесь все-таки речь ведется и между самим Диадоком, между контуром и между другими участниками процесса. Ну, здесь у них, насколько я знаю, в каких-то ближайших планах нет автоматического роуминга. Пока что они сохраняют именно вот такой порядок. Отправляем заявление на открытие роуминга. Заявление наше принимают, обрабатывают, открывают. Ну, вот как, например, в том же случае со СБИСом, когда не нужно никаких бумажек отправлять, и есть автоматический роуминг. Ну, вот с контуром пока не так. То есть работа самоорганизована, но только через заявку на роуминг. Надеюсь, что ответил на вопрос. Тогда пока пойдем дальше. Вот мы рассмотрели теорию, мы рассмотрели возможности, они же преимущества, и можно подытожить все вышесказанное таким вот слайдиком. «Девять причин перейти на ЭДО». Если вы узнаете в этих пунктах себя, хотя бы в половине, вам точно нужен ЭДО. Хотя я больше чем уверена, что вы уже им пользуетесь, но если все-таки вот такие вот моменты остались, то их точно можно решить. Их точно можно решить с помощью электронных документов оборота. Просто нужно посмотреть, где и какими процессами, какими функциями мы эти вопросы можем закрыть. То есть ЭДО точно убирает от нас трату на какие-то комплектующие, на бумагу, на канцелярку, на еще какие-то расходные материалы, которые связаны с бумажным электронным документом оборотом. Если компания не очень большая, ну, можно посчитать, что 5 документов в месяц отправляется, сколько они там стоят, 20 рублей, 30 рублей, плюс это еще ручку нужно купить, конверт нужно купить, марку нужно купить, на почту нужно сходить, а если она далеко, то еще и съездить, то есть на автобус потратиться. Ну, в общем, здесь собирать затраты можно долго. Если же компания крупная и документ оборот достаточно объемный, включая внутренний, то здесь уже пойдет на сотни тысяч рублей как раз расходы на комплектующие. Поэтому вот переход на электронный документ оборот значительно сократит такие траты. Просто нужно правильно составить смету, скажем так. Второе. Если вы каждый раз ищите руководителя, бухгалтера или какого-то другого ответственного сотрудника для того, чтобы подписать очередной очень важный документ, ну, вот здесь точно нужно переходить на ЭДО, потому что, да, конечно, руководитель или тот, кто подписывает документы, может просто встать и уйти со своего рабочего места и даже без ноутбука, без мобильного телефона, без планшета просто встать и уйти, нам все равно его придется где-то искать. Но найти электронно нужного нам подписанка все-таки гораздо проще. Дальше. Если вы по нескольку дней подписываете документ, ну, это вот как бы отсылка к предыдущей причине. То есть мало того, что руководитель может любить отсутствовать на рабочем месте, но при этом, если очень большой документооборот и очень много документов на подписание, то здесь вот этот процесс может затянуться очень надолго. Поэтому все-таки подписание электронных документов по времени меньше занимает. Ну и, скажем так, если руководитель или бухгалтер или тот, кто подписывает документы, имеет обыкновение рассматривать документы в какое-то определенное время, то вот вы себе знаете, что вот завтра в 8 утра придет директор, все посмотрит, тут же все подпишет одной кнопкой и будет нам счастье с подписанными документами. Но вот с бумажными тут все сложнее, потому что все-таки с бумагой все дольше. Еще одна причина – это постоянное взаимодействие с курьерами. То есть если есть компании, которые у себя в штате курьера не держат, но для бумажного документа оборот, особенно когда нужно очень срочно, то это наим курьерской службы. Если есть свой штатный курьер, то тоже на него заявку нужно сделать, дождаться, пока он освободится, потратить свое драгоценное время на наши драгоценные документы. Так вот, электронный документ оборот как раз полностью освобождает курьера. Можно отправить его куда-нибудь в бессрочный отпуск, не знаю, на Канары или на Карибы, или на Красное Карское море. Тут уже все зависит от ваших взаимоотношений с вашими курьерами. Но в любом случае при ЭДО курьер точно не требуется. Следующая причина – если тратите время на ручное внесение документов. Ну вот та прекрасная возможность, о которой я говорила, когда документ поступает в нашу учетную систему, сопоставляется с номенклатурами, сопоставляется с другими документами, на основании которых, собственно, он к нам и поступил, то здесь уже вручную вносить ничего не нужно. Поскольку все основные параметры электронного документа оборота для того, чтобы он попал в нашу систему и провелся, как полагается, они уже идут вместе с этим электронным документом. То есть какие-то данные по договору, что за номенклатура, какие-то еще важные реквизиты, то, что точно руками вносить уже не придется. Еще одна причина – если часто не можете быстро найти нужные документы. Ну вот, то есть если документов много, то да, бывает, что нужно найти какой-то акт, который был выписан там два года назад, а хранятся они пять лет, соответственно, вот это вот двухгодичной давности где-то рыться, ну, бывает, что и долго, и невозможно, а если его еще и не туда куда-то положили, то и нереально. Так вот, с электронным документом оборотом все проще, поскольку у нас прям в нашем сервисе кнопка «Электронный архив», которая нам позволяет зайти, вбить какие-то данные реквизиты нужного документа, и мы его тут же найдем. Еще одна причина – если приходится каждый раз заводить новые номенклатуры. Почему выделила в отдельную причину? Потому что, ну, завести документы, какой-то договор, ну, договоров, наверное, все-таки меньше, чем номенклатуры, потому что один раз договор составили, и по нему потом приходят какие-то документы, и каждый из них содержит в себе номенклатуру. Сейчас есть классификаторы, если кто уже сталкивался, 1С номенклатура, есть такой сервис, который позволяет как раз как-то классифицировать, привести к какому-то единому справочнику вот эти все номенклатуры. Но и есть еще в Эду хорошая функция, когда входящую номенклатуру можно сопоставить с своими вот этими номенклатурными данными, со своей учетной системой, и не требуется каждый раз заводить новые или править старые. Еще одна причина, если вы готовитесь к маркировке. Маркировка без Эду точно не работает. Если какие-то другие удаленные сервисы там можно как-то обойти, то вот маркировку точно нет. Поэтому если готовитесь, рассматривайте Эду сразу. Ну, еще одна причина, если боитесь мышей, живущих в архиве, потому что я, например, мышей боюсь, поэтому если бы меня отправили за бумажным каким-то документом в архив, я бы вряд ли пошла. Но вот Эду очень хорошо какие проблемы снимает. Итак, поговорили о преимуществах, о возможностях, о причинах. И, собственно говоря, наверное, самое время поговорить о тех страшных вещах и мифах, которые у нас окружают наш сервис 1С Эду. Их на самом деле не так много. Большинство из них уже давным-давно разрушены и освоены. Но вот все-таки некоторые еще остаются. Итак, миф первый, самый, наверное, сложный. 1С Эду – это сложно, есть такой миф. И он самый сложный, поскольку разубедить человека о том, что совсем не сложно – это сложно. Потому что если человеку это неинтересно или он не видит, что действительно это может быть полезно, то убедить в обратном, правда, сложно. Но можно подойти с другой стороны к вопросу. Как я уже сегодня говорила, Эду часто рассматривают как что-то внешнее, похожее на электронную почту. Электронной почтой пользуются все, в принципе, ну, за очень каким-то редким исключением. Поэтому если представить себе, что Эду похож на электронную почту, то освоить его будет гораздо проще. Есть раздел «Входящий» и «Сходящий», что уже упрощает понимание, какие документы к чему относятся. Есть разделы, которые говорят нам о том, что нужно сделать с тем или иным документом. То есть если он к нам пришел, значит, его нужно либо рассмотреть, либо утвердить, либо подписать, либо отклонить. Сделать то же самое с «Исходящими» документами. Очень сильно упрощает понимание и освоение сервиса 1С и дом. Второй момент, кроме того, что мы вот поняли, что это такое, как с этим работать, сложность в том, чтобы освоить сам вот этот процесс. На самом деле, процесс электронного документа оборота неразрывно связан с процессом, который мы посвящаем нашему бумажному документу обороту. Вот есть какие-то основные позиции. Нужно нам согласовать документ с ответственным сотрудником. Что мы делаем? Берем бумажку, идем к сотруднику. В ИДУ у нас есть кнопка «Утвердить». Нужно нам заверить подписью, печатью и отправить контрагенту. Что мы делаем? Пошли к директору, он нам подписал, пошли к секретарю, он нам запечатал, наклеил марку, отдали, не знаю, курьеру, почтальону. Теперь все проще, есть кнопка «Подписать» и «Отправить». Сразу нескольких зайцев мы просто одну кнопку убиваем. Дальше. Если нужно внести входящий документ в базу, вот об этом я тут уже долго говорила, теперь есть кнопка «Создать». Кнопка «Сопоставить номенклатуру», создаст документ, поможет нам провести это в нашей учетной системе. Если же вдруг оказалось, что входящий документ не совсем корректный, что мы обычно делаем? Звоним нашему контрагенту, рассказываем о том, что вот тут неправильно, неверно, некорректно, давайте-ка переделаем. Теперь у нас все проще, не нужно никому звонить, достаточно воспользоваться кнопкой «Отклонить» и в комментариях указать причину, почему отклоняем. Человек на той стороне получит, посмотрит, согласится, не согласится, но по крайней мере вот этот весь процесс будет не каким-то голословным и растяженным по времени, а проведен в нашей системе достаточно быстро. Если нужно документ, переподписать, в эту сторону договорились, что не совсем корректно был составлен первоначальный вариант, да, отклоняем, вносим коррективки, переподписываем. Вот у нас есть кнопка «Аннулировать». То есть документ, который мы уже у себя провели, мы его можем аннулировать, исправить, переподписать и провести по новой. Ну и еще такой момент – «Оформить, отнести документы в архив». Когда у нас полностью документ, оборот в отношении какого-то документа завершен, мы его где-то расписываемся за него или делаем какую-то отметку, относим в архив. Теперь делать этого не нужно, поскольку когда система видит, что у нас оборот завершен, документ обеими сторонами подписан и все согласились, что это хорошо, то документ сам уходит в электронный архив, где мы его просто можем потом найти при потребностях. То есть все просто, если смотреть это именно с точки зрения того, как мы с этим уже работали, где мы видим похожие соприкасающиеся моменты, которые нам помогут понять вот этот новый сервис, ну или не новый. И тогда будет достаточно просто развеять миф, что все сложно. Ну нет, на самом деле все просто. когда почувствуем радость от того, что мы там экономим кучу времени и денег, то тогда тем более будем думать о том, как же мы без этого раньше жили. Единственное, с чем, наверное, придется столкнуться непонятным. Вот если для нас электронная почта понятна, бумажный документ оборот понятен, то вот зачем нужно отправлять кому-то приглашение, чтобы обменяться документом, не всегда понятно. Но на самом деле здесь есть своя логика. Во-первых, мы обмениваемся не просто какими-то открытками, мы обмениваемся документами, которые играют очень большую роль важную в нашей хозяйственной деятельности. Соответственно, а бы с кем мы такой обмен делать не будем. Поэтому мы вот обмениваемся с нашими партнерами, контрагентами, приглашениями к обмену, которые, собственно говоря, и гласит о том, что вот да, у нас есть взаимоотношения, они у нас согласованные, законные, прозрачные, вот мы обменялись приглашениями, мы согласны, что мы будем друг другу отправлять электронные документы. Ну и бывают такие случаи, когда приглашение, мы вроде бы отправляем, отправляем, оно не приходит. те, кто с этим сталкиваются, сразу решают, что все-таки сложно, нет, не нужно. Но на самом деле с приглашениями все не так страшно, поскольку, ну, первое, нужно понимать, что все-таки приглашение – это часть соглашения для того, чтобы мы обменивались с нашими партнерами. А во-вторых, всегда же есть партнеры 1С, которые с этими приглашениями работают, которые могут помочь вот эти все сложности устранить. показать на каком-то конкретном примере, что это, ну, а дальше уже все будет гораздо проще. Поэтому миф, что это сложно, просто миф, правда. Второй очень такой важный миф, что 1С – это дорого. Ну, то есть, вот я не буду, как бы, лукавить и говорить, что ЭДО – абсолютно бесплатный сервис, ну, нет, конечно, каких-то затрат он стоит. Не таких, какие у нас уходят на бумажные документы оборот, но, тем не менее, все-таки каждая работа, каждый сервис, каждая возможность имеет какую-то свою цену. Говорить о том, что ЭДО – это дорого, это недорого. Здесь самые главные два фактора. Первое – это все-таки правильно оценить объем документа оборота в компании и какие процессы будут задействованы при этом объеме. И правильно подобрать тариф для того, чтобы он хорошо лег вот на нашу схему обмена. И если все правильно сделать, то на ЭДО можно даже сэкономить. О чем нужно помнить? Ну, если говорить о стоимости, о том, что документа оборот электронный тарифицируется по пакетам. Что такое пакет? Документы, которые мы отправляем, они считаются по счет-фактуре. То есть, вот мы отправляем одну счет-фактуру, это считается один пакет. Один ЭСАДО пошли дальше. Они к этому счету-фактуре добавили еще два любых произвольных документа безвозмездно. Ну, вот те моменты, когда, да, есть чего-то бесплатное. То есть, по факту, мы вроде бы отправляем 100 счетов-фактур, но к ним можно отправить еще 200 любых произвольных документов без дополнительной оплаты. То есть, мы заплатим только за количество отправленных счетов-фактур. Если же в компании какая-то упрощенная система налогообложения, ну, то есть, счета-фактуры не выставляем, тогда у нас будет идти тарификация по нашим произвольным документам. Можно отправить, скажем, 200-300 документов, но посчитается ровным счетом в два раза меньше, потому что мы можем в одном пакете отправить сразу два документа. Если говорить о каких-то конкретных цифрах, то исходящие пакеты имеют фиксированную стоимость 10 рублей за один пакет, ни больше, ни меньше. Правда, если в компании есть очень объемный документ оборот, то можно рассматривать скидку, бонусы, сниженную цену, называйте это как вам больше нравится, но при больших объемах есть возможность цену снизить, а так она всегда имеет размер в 10 рублей. При этом все входящие безлимитны и бесплатны. При этом все технологические документы, которые принимают участие в обмене, тоже не тарифицируются, не оплачиваются. То есть, если мы, например, получили документ входящий, нам кто-то прислал акт, мы этот акт со своей стороны подписали и отправили нашему партнеру. С одной стороны, вроде бы как считается, что это уже платная услуга, но на самом деле нет. Это ответный документ, вторая подпись, и этот документ уже не будет считаться как исходящий. То есть, все документы, которые нами инициированы к отправке, они исходящие. Все, что к нам приходит от других партнеров и нами потом пересылается, это все уже считаются либо ответные, либо технологические документы, они не считаются. Ну и если говорить еще о тарифах, то есть четыре, скажем, три распространенных, один такой интересный, дополнительный. Уже давным-давно используется электронный документ оборот в составе договора ИТС. В зависимости от того, какой уровень вот этого договора ИТС, такое количество предоплаченных пакетов уже входит в сам сервис. Поэтому кто, скажем так, сталкивается в своей работе с договорами ИТС, то те знают, что вот есть сервис ИДО, там определенное количество пакетов, которые же входят, вот если выйдем за лимит, тогда будет платно. Есть старт ИДО, совсем маленький тарифный план для компаний, у которых небольшой объем оборота документов. И относительно с недавнего времени, для тех компаний, которые не имеют договора ИТС, но поскольку пользуются какими-то программными продуктами, которые не требуют вот этой восьместной официальной поддержки, для них появилась возможность бесплатно отправлять пять исходящих пакетов документов, либо это пять счетов фактур, либо это десять каких-то произвольных документов в месяц. И это будет без тарификации, бесплатно, входящие, естественно, все и так не тарифицируются. То есть у ИДО есть своя цена, и именно если правильно подобрать объем и тариф, то это не будет дорого, это станет просто еще одним мифом. Ну, еще таких три небольших легенды, которые уже уходят в историю. На самом деле сталкиваемся мы с ними все меньше и меньше и меньше, поскольку люди вовлекаются вот в эти все электронные приложения, электронные обороты, удаленные работы и так далее и тому подобное, и для них уже не кажется чем-то странным обмениваться через интернет. Да, есть еще расхожее мнение, что в интернетах сливают информацию, воруют базы или что-то еще такое сопутствующее. Я сама пользуюсь интернетом, сталкиваюсь периодически с подобными заявлениями, даже иногда сама пугаюсь, но на самом деле, если говорить об ЭДО, никто ничего в интернете не сворует, документы точно не утекут куда-то сторонним пользователям или сторонам, но поскольку еще раз обращаю внимание, что с оператором ЭДО вы заключаете договор в любом случае и в его обязанность входит доставка до ваших партнеров электронных документов и в то же время и хранение и обеспечение безопасности, то есть здесь оператор очень заинтересован в том, чтобы соблюдать конфиденциальность, ну и плюс там несколько уровней защиты используются, обойти их, ну не то, что нереально, но исключительно очень сложно. Ну еще таких два небольших, теперь уже небольших мифа, это то, что ЭДО все-таки лишние расходы и лишняя работа. Есть еще те, кто думает, что все документы можно передать по электронной почте, ну просто через смайл, например, даже с электронной подписью, но на самом деле есть статья в налоговом кодексе, которая четко говорит о том, что все счета фактуры, чтобы они имели юридическую силу и признавались налоговой инспекцией, необходимо направлять через операторов ЭДО. Оператор ЭДО фиксирует передачу и вот этот момент сразу же делает счет фактуру полностью значимой, легитимной и ее принимают все контролирующие органы. Поэтому это точно не лишние расходы и не лишняя работа. Поскольку кроме того, что по электронной почте можно отправлять документы, еще есть такое расхожее заблуждение, что в те же фискальные органы или даже не дай бог в суд все равно нужно сдавать и только предоставлять бумажные документы с мокрой печати, что не принимаются электронные документы. Но на самом деле это тоже уже давно не так. Поскольку есть государственные какие-то законодательные регламенты, которые говорят о том, что по запросу фискальных органов предоставление в суд возможно в электронном виде. Есть, конечно, свои нюансы. Если кому-то интересно, то в частном порядке можно это обсудить, если кто-то действительно очень озабочен этой темой. Но могу сказать с огромной уверенностью, что это точно не лишняя работа. не придется делать дополнительно бумажные документы, если у вас организован электронный документ оборот. Даже больше того, отвлекусь, если у вас используются электронные документы оборот, то бумажные документы уже будут считаться просто копией. Их не будут принимать как первичку. Первичкой будут являться именно электронные документы, поскольку они у вас идут, скажем так, в настроенном электронном документном обороте. Поэтому, развенчивая все эти мифы, хочу все-таки обратить внимание на то, что есть оператор ЭДО, который отвечает за весь этот процесс, который обеспечивает доставку, хранение и легитимность всех этих документов. Поэтому это точно не лишняя работа, это точно не лишние расходы, потому что оператор это ваше доверенное лицо и гарант того, что электронный документ оборот юридически значим. Это вот если говорить о каких-то страшилках. Если у кого-то есть еще какие-то сомнения, о которых мы там сегодня не поговорили, то буду рада услышать что-то новенькое. Так, есть тут несколько... Ой, прошу прощения. Что-то я сильно забежала вперед. Да, и вот есть несколько вопросов. Наверное, на них отвечу, и пока немножечко отдохнем. Осталось тут буквально три слайда, и я закончу свой рассказ. Значит, вопрос. Возможно ли настроить ЭДО для Тензора, так, чтобы он работал одновременно с ЭДО с БИС, то есть, чтобы документы через БИС приходили и в СБИС, и в 1С ЭДО, аналогично для Контура Диадок. Я точно знаю, что есть нюанс, который связан с одновременным использованием вот этих разных операторов. То есть, если у нас используются разные операторы, а зачастую именно так и происходит, потому что если много контрагентов для обмена, то логично, что с вот этими контрагентами мы работаем через ЭДО, с этими через БИС, с кем-то через Контур, но есть свои нюансы для настройки. Здесь, наверное, на вопрос больше ответит Кристина, поскольку она у нас больше сведуща в технических каких-то моментах. Кристин, тебе слово. Спасибо. Да, Кристина отвлеклась на другой вопрос. Алло. Да, здравствуйте, коллеги. Смотрите, вот на этот вопрос, если вы хотите использовать несколько операторов ЭДО, тогда нужно просто разделять всех контрагентов по разным операторам, потому что, если вы, например, подключите одного клиента, одного вашего контрагента к оператору параллельно и к ЭДО, и к, например, Диадоку, и потом одни и те же документы будут поступать к вам и в систему Диадок, и в систему ЭДО, тогда пойдет как бы задвоение этих документов, и потом будут проблемы как раз с передачей данных документов в контролирующие органы. Поэтому, если у вас большое количество контрагентов и есть, например, много, которые используют систему Диадок, тогда мы просто подключаем параллельно оператора Контур-Диадок, этих всех контрагентов подключаем по Диадоку для обмена, а всех остальных, например, по Калуге-Острав, то есть один ЭСЭДО, и тогда просто работаем параллельно с одними клиентами своими по системе Контур-Диадок, а с другими уже по Калуге-Острав. Надеюсь, что мы ответили на вопрос касательно разных операторов. Если нет, то напишите тогда уточнение, и мы подготовим какой-то более развернутый ответ. Следующий вопрос. Есть ли тестовый режим для настройки или отладки? Олег, как такового демо-режима может быть нет вот в таком обычном классическом понимании, но в любом случае, если нужно запустить процесс внутреннего ЭДО, который будет затем направлен на внешний, то да, конечно, составляется какой-то регламент, проходят все вот эти этапы, смотрим, какие нужны настройки, какие нужны отладки, если они нужны, то есть здесь лучше рассматривать все в индивидуальном порядке, ну то есть есть какой-то порядок для того, чтобы организовать правильно вот сам процесс ЭДО, и в зависимости от того, какие процессы этапов у него включены, то точно будет время и для настройки, и для решения сопутствующих вопросов. Так, есть вопрос по маркировке ЭДО, каким образом можно сопоставить коды маркировки, присланы с документом ПАДО с фактически пришедшими кодами маркировки, например, с файлом кодов, полученных с ТСД. Коллеги, сейчас не готова ответить, потому что здесь вопрос больше касается наших специалистов, кто работает с маркировкой, но вопрос этот точно переадресую для того, чтобы дали развернутый четкий ответ. еще раз хочу сказать, что будет отдельный вебинар на тему маркировки, будет точно вопрос рассматриваться и ЭДО, но уже в разрезе сопутствующие вопросы по маркировке, тогда можно будет задавать там любые вопросы, ребята точно смогут ответить на них более полно, быстро и корректно, нежели я. Если использовать ЭДО для автоматизации внутреннего документа оборота, налоговая не будет требовать бумажные документы, смотрите, если, например, вы у себя организовываете внутренний документ оборот, который должен быть именно внутренний и который содержит в себе очень сложные цепочки согласования, то здесь, наверное, лучше сет использовать, то есть систему электронного документа оборота, но если будет использоваться именно ЭДО для такой автоматизации, может быть, которая потом будет синхронизирован как бы с внешними обменами, то здесь просто нужно тогда смотреть, как сам вот этот процесс организован. Но первое, сейчас вот мы как раз переходим к теме, которая касается того, как организовать у себя электронный документ оборот. Есть одно очень важное, скажем, один очень важный этап, который касается того, как вы у себя оформите вот этот весь внутренний документ оборот. То есть отвечая на ваш вопрос, сразу перейду к своему слайдику. То есть первое, когда мы организовываем свой электронный документ оборот, мы обязательно смотрим, какие документальные процессы в нашей компании есть на сегодня и какие мы хотим сохранить, либо изменить, либо добавить. То есть мы смотрим, какими документами чаще мы обмениваемся, какой маршрут они проходят, кем рассматриваются, кто их согласовывает, подписывает, отправляет, принимает и так далее. Сюда же относятся документы, которые участвуют во внутреннем документообороте. Вот следующий шаг, очень важный, после того, как мы все проанализировали и поняли, какими документами мы планируем обмениваться, внесение изменений в учетную политику предприятия. То есть это должны быть какие-то приказы, возможно, внутренние постановления, ну, здесь, как у вас внутреннее дело производства устроено. Вносим в учетную политику целый раздел, который предусматривает использование электронных документов. То есть если у нас электронный документ сформирован в нашей системе, подписан электронной печатью, которая соответствует уровню этого документа, ну, то есть если это, например, счет фактуры, так я для примера привожу, то обычной неквалифицированной печати ее подписать можно, но она не будет иметь никакой силы. Поэтому вот здесь нужно четко понимать, какие ЭП, ЭЦП подходят к тому или иному виду документов. Если подходит, а это все регламентируется 63-м законом, то есть там все четенько расписано, то, соответственно, подписание электронной подписью данного электронного документа делает его полностью законным, и бумажный вариант здесь уже будет просто копией. Вот, поэтому все-таки есть такое мнение расхожее, что для перехода на электронный документ оборот нужно соблюсти только три этапа. Получить электронно-цифровую подпись, купить лицензию, которая позволит нам использовать ЭДО, и закупить какое-то дополнительное оборудование, если ЭДО будет использоваться, например, для маркировки товара. Но на самом деле все-таки обращаю внимание, что вот данные, которые мы вносим в учетную политику предприятия, которые касаются этих процессов, это важный момент. Он избавит нас от лишних вопросов со стороны фискалов, он избавит нас от лишних каких-то несоблюдений внутренней документальной дисциплины, но то есть момент достаточно ответственный. Александр, если ответила на Ваш вопрос хорошо, если нет, то напишите тогда, дадим уточнение. Уточнение к вопросу о работе 1С ЭДО с БИС-Диадок при настройке ЭДО для работы с клиентами из Диадока и СБИСа. Будут ли электронные документы доступны из родных систем ЭДО с БИСа и Диадока, а не из 1С? Ну, если я правильно поняла вопрос, то в принципе вот если, к примеру, вы формируете электронный документ оборот в 1С, для того, чтобы осуществить обмен через контур или СБИС, вам все равно этот документ нужно выгрузить. Если это входящий нужно провести в систему, нужно загрузить обратно. Соответственно, вот эти все документы, которые проходят через вот это приложение, которое позволяет обмениваться через Диадок и СБИС, эти документы там тоже сохраняются где-то, то есть оставляют свой след, скажем так, поскольку обмен был произведен, соответственно, документ этот точно там будет зафиксирован. Поэтому будет доступно и с тех родных систем, через которые был осуществлен непосредственно электронный обмен. Еще один вопрос. При отправке по ЭДО номер документа выгружается с префиксом базы, при этом, что распечатывается, скажем, без префикса. но то есть здесь нужно уйти от того, чтобы он печатался или нужно наоборот, чтобы он печатался. Вот такие вопросы сопутствующие, они решаемы, но решаемы скорее не на уровне типового какого-то функционала, а все-таки здесь нужно смотреть, что нужно конечному пользователю, что он хочет на выходе, хочет оставить такую нумерацию, как вот у себя организовал, соответственно, будем ЭДО подводить именно под такую нумерацию. Где-то это можно двумя дополнительными галочками организовать, где-то может быть чуть сложнее процесс, но здесь точно можно, нужно просто обсудить со специалистами, которые производят непосредственно настройку. Мария, вопросы, касающиеся маркировки, вот детально хорошо, будут рассмотрены на вебинаре, который будет посвящен именно маркировке. Дату сейчас не скажу, но обязательно позже дадим анонс. Обязательно, потому что тема действительно интересная, это не единственный вебинар по маркировке, поэтому я смотрю, что интерес у вас точно есть, соответственно, можем прислать дополнительные материалы, как раз относящиеся к вебинарам, к статьям по маркировке, все, что у нас уже было, плюс анонс, может быть, будут даже какие-то вопросы, которые мы еще не рассматривали, которые, ну, точно тогда вкручим в свои следующие выступления. Так, и вернемся к организации обмена, то есть мы рассмотрели первые два важных пункта, и у нас остается еще четыре, то есть после того, как мы в своей учетной политике внесли изменения, которые касаются именно обмена электронными документами внутри компании, плюс внешние какие-то обмены, после этого мы можем посмотреть, какой тариф нам подходит, выбрать партнера, с кем мы будем работать в сервисе ЭДО, может быть, это будет несколько каких-то операторов, может быть, будет несколько тарифов, может быть, будет все через одного какого-то партнера, ну, вот здесь такой уже больше сопутствующий пункт. Далее, когда мы выбираем, с кем из операторов будем работать и как мы у себя будем вот это организовывать именно вот с такой, скажем, финансовой точки зрения, обязательно нужно посмотреть, кто у нас из контрагентов, с какими партнерами работает, ну, потому что, да, действительно, многие используют и 1С ЭДО через колуну, и спис, и контур, поэтому несколько операторов, это неплохо, даже где-то и удобно, и хорошо, поэтому, чтобы понимать, как будет все это настроено, обязательно нужно посмотреть, с кем контрагенты работают. Далее, все-таки соглашение об обмене с контрагентами заключать хорошо, поскольку, когда есть какое-то строгое хорошее согласование о дальнейших взаимоотношениях, это всегда правильно. Ну, и остается последний момент настроить профиль ИДО и начать непосредственно обмен. То есть, пунктов немного, они важны, каждый из них включает в себя тоже какие-то подпункты, какие-то процессы дополнительные сопутствующие, но на наш взгляд, по нашим, скажем, опытам, по нашим партнерам, по нашим контрагентам, мы пришли к тому, что вот такой порядок действительно хороший и удобный. есть, конечно, какие-то нюансы, которые могут возникнуть в работе, но если этого порядка придерживаться, то вопросов будет меньше. Ну и такой небольшой, небольшая ремарочка, на что обязательно нужно при организации электронного документа оборота обратить внимание, какая электронная подпись, какие средства защиты будем использовать. Ну, то есть, если мы будем меняться с нашими партнерами какими-то произвольными документами, здесь достаточно неквалифицированной электронной подписи, простой электронной подписи, но если у нас идет обмен какой-то первичкой или обмен с государственными органами, то нам точно понадобится квалифицированная электронная подпись, ее нужно будет получить до того, как мы начнем электронный документ оборот. Есть очень хороший плюс, когда мы рассматриваем получение этого сертификата в рамках, скажем, договора ИТС. Есть 1С-отчетность, в нее включена электронная цифровая подпись, которая как раз подходит для большинства вопросов, касающихся легитимности обмена вот такими документами. Ну, и еще один момент, это наличие криптопровайдера, то есть электронная подпись сама по себе не работает, для того, чтобы с ней работать, понадобится программка криптопровайдер, используется на сегодняшний день в основном две, это либо криптопро, либо випнет. В чем их категорическое различие, криптопро платная лицензия, випнет бесплатная. Есть нюансы, которые не позволяют использовать ту или иную программку, но тут уже нужно смотреть о том, какие у нас процессы, какие документы, ну, так, чтобы для понимания, скажем, если у вас очень много сотрудников задействовано в электронном обмене, есть не две, не три, а, скажем, десять электронных подписей, которые участвуют в электронном обмене, соответственно, здесь понадобится уже так называемая сетевая криптопрограмма, которая будет распространяться на все ваши подписи, но вот в этом случае випнет не подойдет, нужно будет покупать лицензию криптопро, ну, то есть, есть свои нюансы, поэтому, когда мы себе получаем электронную цифровую подпись, обязательно смотрим, какой криптопровайдер нам подойдет для нашей работы. Ну, и, собственно говоря, если говорить о подписи, то есть много нюансов, различий, о них можно тоже сделать целый отдельный вебинар, который будет посвящен АЦП, но на что обратить внимание нужно при получении буквально три момента. Ну, способ выдачи, если нам нужна квалифицированная подпись, которая принимается контролирующими органами, налоговой, чтобы подписывать первичку, получаем ее в удостоверяющем центре, юридическая значимость у нее, скажем так, высокого уровня, то есть она равна собственной подписи и средства защиты здесь уже аккредитовано ФСБ, то есть уровни, уровни на уровне, скажем так. Есть неквалифицированная подпись, которая подходит для каких-то внутренних, скажем, электронных обменов, получить ее можно самостоятельно, достаточно прописать о том, что мы будем ее использовать в соглашении, если, к примеру, мы будем ее использовать при обмене с партнерами, в соглашении пишем, что вот мы будем подписывать договоры, дополнительные соглашения к этим договорам, какие-то накладные, например, вот такой-то подписью. Все, согласно этого соглашения подпись обрела свою значимость. Ну и если это внутренний обмен, например, какой-то складской учет, то вот достаточно внести во внутреннюю политику учетную. это то, что касается ЭЦП и средств защиты. Но могу сказать сразу, что в любом случае организация электронного документа оборота, особенно внешнего, она все-таки неразрывна с привлечением партнеров 1С. Поэтому здесь любые вопросы, которые касаются того, что нужно для обмена, как оно должно быть организовано, здесь точно можно переложить вот эту всю ответственность на партнеров, собственно говоря, снять с себя какие-то риски, что мы сделаем неправильно, что-то забудем, что-то не так поймем. Ну вот партнер берет на себя ответственность и полностью помогает с этими вопросами. Тем более, что, как я уже говорила, ИТС позволяет безболезненно и быстро получить нужное нам ЭЦП для работы. Ну и если говорить о маркировке, я здесь о ней упоминаю только в том, ну скажем, в том разрезе, что ЭДО, с чем работаем мы, неразрывно связан с маркировкой. Поэтому, если вы с ней работаете, либо планируете работать, то ЭДО точно будет нужно. Ну а мои коллеги, которые занимаются непосредственно процессом организации маркировки, вот у них есть целые вебинары по этой теме. А с моей стороны только тот факт, что ЭДО в этом случае будет очень полезно. Правовое регулирование здесь надолго задерживаться не буду, во-первых, я уже по времени очень много у всех отняла, ну а во-вторых, самое главное, на что мы ориентируемся, говоря об электронном документообороте, 63-й федеральный закон об электронной подписи. это наша самая главная бумажка, которая нам позволяет понимать, какие документы, какой подписью нужно подписывать, соответственно, как у нас будет настроен вот этот процесс. Если это, скажем, вот с электронной подписью мы разобрались, обязательно с нее будет вытекающая, какая криптозащита должна быть, обязательно из электронной подписи будет вытекать, какие документы подписываем. Ну и если говорить о бухгалтерском учете сюда в довесок к 63-му закону, то вот у нас есть 402-й федеральный закон. Он как раз регламентирует обмен другими документами отчетности. Счет фактура у нас всегда впереди планеты всей, для нее только усиленная квалифицированная. Все остальные документы как раз можно по 402-му посмотреть. Ну и сейчас могу сказать есть ряд изменений в законодательстве. Все-таки было очень много вопросов связанных с применением ЭЦП и с применением криптозащиты. И какое такое важное значение вдруг приобрел оператор ЭДО при обмене. Почему именно он считается гарантом того, что у нас документы имеют юридическую силу. Вот законодательство все эти нюансы моменты сейчас утверждает. Есть порядок для направления получения электронных документов. Есть приказ от ФНС, где этот порядок изложен. Очень радует то, что все-таки все эти регламенты и процессы более четко стали прописываться в законах. И это снимает много боксов из наших соглашений с партнерами, из нашей учетной политики, поскольку чем больше четких законодательных нормативных документов, тем меньше нам нужно расписывать всякие наши процессы, которые не подпадают под эти нормативные акты. То есть много можно говорить о правовом регулировании, к этому сейчас уделяется очень большое внимание. Поэтому если говорить о каких-то важных общих вопросов, то вот у нас есть несколько документов. Все остальное можно найти в гражданском кодексе, в том же налоговом кодексе, ну и наверное в любом другом. То есть ЭДО полностью легитимный процесс, полностью поддерживается законодательством налоговой, поэтому переход на него, это не только уход от бумаги и каких-то затрат лишних, но и это приобщение к законности, скажем так. В общем-то моя повествовательная часть закончилась, надеюсь не сильно утомила. Кристина сейчас покажет основные моменты, вы пока сможете немножко расслабиться и просто посмотреть, но вопросы будут пишите, будем отвечать. с сопутствием. Итак, видно? Хорошо, я сначала покажу, просто был вопрос, где отображается то, что контрагент подключен электронному документу обороту, вот когда мы открываем просто список наших контрагентов, справа у нас есть табличка ЭДО, и вот возле каждого контрагента, который подключен, высвечивается вот такой как бы значок обмена, то есть вот у нас сейчас идет настройка в этой базе второй организации, и она вот такая зеленая, она уже подсвечивается другим цветом, и это как раз означает о том, что у нас подключен с этим контрагентом ЭДО. Также можно проверить, каким оператором ЭДО работает ваш контрагент, это уже когда вы делаете саму настройку, то есть отправляете, например, приглашение вашему контрагенту через настройки ЭДО, вот у вас создан уже как бы шаблон отправки приглашения, и вот там, где контрагент, справа, учетная запись отображается, можно вот так провалиться в эту учетную запись. Сейчас открывается. Иногда просто бывает такое, что один контрагент использует несколько учетных записей, то есть, например, у него как раз идет подключение с один СЭДО, и там с БИСом, и с Диадоком, или там может быть несколько учетных записей уже неактуальных, поэтому как раз в этом списке можно проверить, если одна только учетная запись, тогда можно спокойно сразу же отправлять приглашение, если несколько, тогда лучше уточнить тогда у контрагента, какая из этих учетных записей актуальна, и с какой лучше настройку делать обмена. Так, сейчас попробую другой БИС, открыть, потому что здесь очень долго. А, вот открылось. Вот, когда открыто обмен как раз контрагентами, вверху это ваша учетная запись, внизу учетная запись контрагента, и вот если вот так нажимать на стрелочку, у нас открывается несколько учетных записей, с одной мы работаем, и можно вот так тоже, когда мы выбираем учетную запись, нажимать подробнее, и у нас указано, что оператор является как раз Калуга Астрал, то есть мы можем спокойно отправлять приглашение. Если бы это был оператор Диадок, тогда уже приглашение не работает, там идет только настройка роуминга, то есть нужно отправлять заявление в 1С на настройку. Также был вопрос по настройке подключения электронной подписи, вот там касательно выбора криптопровайдера, это, например, CryptoPro, VIPNet, либо облачный сервис. Вот если вы работаете в локальной версии программного продукта 1С, у вас также есть, когда вы подключаете электронную подпись, внизу есть программа шифрования, вот здесь выбор только VIPNet, либо CryptoPro, потому что это локальная версия. Если бы вы использовали облачную версию 1С, это может быть 1С бухгалтерия в облаке, либо клиенты до облаке, тогда здесь возможно выбрать и облачную электронную подпись, то есть кроме программ CryptoPro и VIPNet доступен еще и облачный сервис, который как раз позволяет добавить облачную ЭЦП. Итак, чтобы много времени не занимать, я сразу же показываю, как работает электронный документ оборот. Можно открыть его просто через администрирование, обмен электронными документами, вы сразу же открываете либо учетные записи вашей ЭДО, либо настройки ЭДО, здесь сразу же открывается список организаций, с которыми у вас уже настроен электронный документ оборот, и вот внизу в самом справа есть текущие дела ЭДО. Открываем интерфейс электронного документа оборота, и у нас открывается вот такой интерфейс. При каждом открытии электронного документа оборота лучше тогда нажимать кнопку отправить и получить. Это для того, чтобы вы потянули все входящие либо исходящие электронные документы на данный момент, потому что возможно когда вы открывали 1С, кто-то с ваших контрагентов отправил вам документ. И вот так кратко по папкам, которые распределены у нас слева, то есть входящие, исходящие, и также там ознакомиться, сопоставить, и приглашение. В папку входящие, то есть будут поступать все входящие электронные документы, и они будут разбиваться по папкам отдельно. Например, пришел к вам электронный документ, он сначала попадает утвердить, подписать, и каждый шаг, когда вы проходите, то есть сначала утверждаете, потом подписываете, и потом уже документ попадает отразить учете, то есть для того, чтобы вы его отправили в реализацию. Также в исходящих, вот здесь сразу же покажу на примере, есть, например, у нас уже созданный электронный документ, так, подвисает немножко, давайте тогда вот здесь открываем. Так, вот исходящие, например, документы. У нас есть созданные электронные документы, которые мы уже создали, например, в реализации, там, акт, либо счет, фактура, и здесь мы можем уже отследковывать то, куда документ попадает, и куда, на каком этапе он сейчас у нас находится, на контроле, либо только на создании, на подписании. Давайте попробуем отправить нашему контрагенту один электронный документ, то есть открываем реализацию, вот у нас создан уже акт, счет, фактура, акт создан, а счет фактура нужно выписывать, выписываем, проводим электронный сам документ и пробуем его отправить нашему контрагенту. Делается все очень просто и очень быстро, потому что нам не нужно выгружать данный документ, и не нужно загружать другую, например, программу, как там в Диадок, либо в СБИС. То есть у нас есть кнопка ЭДО, можно посмотреть электронный документ, то есть сначала проверить, как он у нас сформировался, вот у нас сформировался УПД, обычно уже после Нового года практически все контрагенты перешли на УПД, поэтому по умолчанию сразу же формируется УПД. Но если вам нужен просто обычный акт, я покажу где это можно сделать, то есть мы просто убираем галочку и меняем формат документа. Вот у нас сформировался сам электронный документ, в левом верхнем углу у нас есть кнопка подписать и отправить, нажимаем подписывай с нашей стороны электронный документ и вот у нас состояние электронного документа меняется, то есть он отправлен оператору Эдуа и там где подпись с нашей стороны уже появилась подпись нашего директора. Открываем базу контрагента нашего, обновляем список, то есть отправить получить, подключить. Пока обновляется список, я открою тогда чат, потому что появились вопросы. так, я так понимаю, что у нас какие-то неполадки возникли, технически буквально 10 секунд. алло, да, прошу прощения из-за того, что возникли неполадки с микрофоном, так, вижу вопросы по работе с облачным хранилищем и каким документом у вас закреплена возможность использования подписи директора, это же не он подписал документ в дом. Так, сначала по облачному хранилищу. Смотрите, если вы все-таки используете в работе программу облачной версии, тогда там есть возможность использовать и облачную версию ЭЦП, вот если это как раз имеется ввиду под этим вопросом. Если вы все-таки работаете локально в программе, тогда такой возможности нет, чтобы использовать облачные хранилища для ЭЦП, там только локальные версии CryptoPro либо WebNet. Но пока только так, возможно будет что-то изменено и будет как бы дополнено. По подписи директора, если электронная подпись по электронному документу обороту выдана на директора, тогда просто сотрудник, который работает в электронном документе обороте, у него есть возможность либо по доверенности, либо по настройкам, как бы предоставлено со стороны дирекции организации, что он имеет право подписывать электронные документы, то есть получать и подписывать со стороны организации. Так, вот открылась уже у нас, обновилась текущие дела и до. это Немножко медленно все работает, но это из-за того, что все-таки это тестовые базы и удобнее все-таки показывать сразу же, даже в демонстрации проводить на конкретной какой-то базе уже клиента. Так, и вот открываем у нас так, в входящих так, ошибка пошла, не смогла я получить электронный документ. Давайте просто обратно отправлю с этой базы в ту. Бывает такое. Попробуем просто новый документ создать. Продолжение следует... Продолжение следует... Так как база очень медленно работает, давайте я сразу покажу, как вы... Так, вот сейчас подпишу, отправлю и покажу уже готовый документ, который подписан с обеих сторон, чтобы вы просто проверили, как отображается электронная подпись, то есть со стороны контрагента и со стороны отправителя. И также покажу такой момент, вот если вам потребуется все-таки предоставить распечатку налоговую, либо там для предоставления в суде сам электронный документ, то есть вы не сможете, например, там, вы не несете свой компьютер и не показываете электронно, но для этого есть возможность распечатать сам электронный документ и карточку электронного документа. Так. Обновляем статус. И вот у нас даже внизу отображается, что у нас получено один пакет. Сразу же мы подписали извещение о получении. Документ у нас ушел автоматически уже в архив, поэтому с архива давайте вот так откроем. Вот у нас, например, входящий есть акт о показании услуг. Мы его открываем. И смотрим. Вот пришел обычный акт, это не УПД. ЭДО завершен. Это означает о том, что процесс документа оборота завершен без проблем. Также можем посмотреть, вот там, где подписи, у нас видно, что есть две электронные подписи, то есть со стороны отправителя и со стороны контрагента. И также там, где содержимое, вот так внизу у нас отображаются синие подписи, которые также будут отображаться на распечатанном документе. Как нам распечатать электронный документ? Мы открываем еще. Печать. И, например, если по запросу фискальных органов вам нужно распечатанный электронный документ предоставить, то есть вы сначала распечатываете сам электронный документ, на нем отобразятся вот такие синие электронные подписи, и кроме этого можно еще распечатать, даже нужно, не то что можно, карточку электронного документа, в котором как раз указаны полностью все данные обеих контрагентов и также с указанием, например, электронной подписи по статусу и когда данный электронный документ был подписан, то есть по дате. Так, смотрю, есть еще вопросы. Да, показываю, где снять галочку, если УПД не требуется, конечно. Так, открываем настройки электронного документа оборота. Там, где вы отправляете приглашение для вашего контрагента. Открываем приглашение, которое создано. И вот у нас, слева у нас отображаются документы учета, то есть виды документов, и справа рекламы ТДО. Это как раз формат электронных документов. Если по умолчанию идет как раз УПД, потому что по новому законодательству как раз все должны использовать уже УПД для упрощения формы как раз отчетности, но мы можем тогда исправить это УПД на обычный акт. Открываем реализацию. Формат документа у нас стоит УПД. Здесь есть кнопочка, стрелочка вниз, и можно выбрать просто передачу результата в работе. Это и будет у нас обычный акт, который будете отправлять, и он будет поступать к вашему контрагенту как обычный акт. Также можно вот там, где реализация товара, мы также можем исправить на обычный акт. И готово. Это мы сохраняем. После этого вот эти уже новые рекламные как раз форматы, они сохраняются, и при формировании нового электронного документа, и при отправке он уже будет формироваться как обычный акт. Также для того, чтобы упростить работу, можно поставить галочку счет фактура и первичный документ в одном документе. То есть вот здесь вы ставите галочку, и автоматом сразу же у вас будет отправляться вот таким как бы пакетом документы. То есть сразу же акты, накладные, счета, фактуры в одном документе. Но здесь также нужно тогда уже согласовывать все-таки вот такие нюансы с вашими контрагентами, потому что есть, например, одни организации, которые принимают и подписывают документы только по отдельности, и есть те организации, которые как раз требуют пакета. Также вот Светлана упомянула то, что можно сразу же выделить и отправить полностью, например, пачкой все документы. Такая возможность есть. И она как раз размещена у нас в текущих делах ЭДО и там исходящих. То есть когда вы создали уже электронные документы, но пока не отправили, у вас вот есть папка «Создать». То есть отображаются полностью все документы, например, по нескольким контрагентам, либо там по одному контрагенту, если отсортировка идет. Вы тогда просто выделяете «Контрол-А», выделяете полностью все документы, и можете, вот сразу же видно, что они выделены красным, «Создать», «Подписать» и «Отправить». И полностью все документы, которые вы выделили в данной папке, они сразу же уходят только одним подписанием и одним созданием. Что как бы упрощает работу, если вот под одному контрагенту у вас там большой документооборот. И также есть у нас архивы «ЭДО». Вот если посмотреть в текущих делах «ЭДО», внизу есть кнопка «Архивы ЭДО». Все электронные документы, которые к вам поступают и которые вы отправляете после уже проведения и завершения электронного документа оборота, они переходят в архивы «ЭДО». Это удобно для того, чтобы, например, если вам нужно найти какой-то документ электронный, который к вам поступил раньше, либо проверить, какие документы поступали по какому-то контрагенту, вы открываете этот архив «ЭДО». Здесь распределены, например, по папкам «Входящие» и «Сходящие». Также есть нераспакованные пакеты, либо неотправленные пакеты. Это если вы подготовили, но пока не отправили. И можно просто полностью по всем пакетам. То есть отобразятся полностью все пакеты «Входящие» и «Сходящие». Можно здесь провести себе сортировку, например, по виду документа, только, например, акты, либо там только произвольные документы, или даже по ответственному. Потому что, например, бывает такое, что в организации работает несколько сотрудников с электронным документом оборотом, и тогда все документы, которые отправил, например, у меня Лукина, например, Лидия Петровна, если я выделяю, они бы отобразились. Но Лидия Петровна не отправляла никаких электронных документов, поэтому здесь пусто. Все электронные документы у нас Геннадий Сергеевич отправлял. Поэтому они отображаются вот так. И покажу тогда еще такой нюанс, как отправить произвольный электронный документ. Мы открываем обычные у нас продажи, произвольные электронные документы. Исходящие. создаем сам электронный произвольный документ. Добавляем файл. Например, договор. Вот файл добавлен. Пока подпись отсутствует. Пробуем записать. Так, выбираем еще. Организация не подтянулась автоматически. Сохраняем. У нас отображается уже электронный документ, но в произвольном формате. То есть произвольный электронный документ. И вот видно сразу же состояние на подписи. И нажимаем тогда просто кнопку подписать и отправить. Вот здесь нюанс, потому что иногда спрашивают пользователи, как будет отображаться электронная подпись на самом файле документа. Вот в произвольном документе, когда вы отправляете, например, договор, подпись электронная отображается только во вкладке подписи. То есть на самом документе вот такой синей печати ее не будет. Но если вам требуется все-таки предоставить, например, распечатанную карточку электронного документа для подтверждения того, что документ все-таки был проведен и подписан, вы тогда просто распечатываете, как обычный сам электронный документ, карточку электронного документа, в котором будет указано две электронные подписи, либо там одна, если с другой стороны не подписана. И это уже является как бы юридически значимым. Так, вопросы. Дата документа, если контрагент подписал ежемесячный... Так, смотрите, по этому вопросу я передаю тогда микрофон Светлане, она сейчас ответит. Так, коллеги, по вопросам, которые касаются вот как раз такого законодательного оформления, от Вера Владимировна есть два вопроса. Первый, что конкретно должно быть закреплено в учетной политике общества в честь применения ЭДО. На самом деле, чего-то очень строгого в законодательстве нет касательно того, как нужно все это закреплять. Тем не менее, есть общие вопросы, которые все-таки целесообразно было бы отразить. Ну, в первую очередь, обязательно нужно в учетной политике отражать, какие именно участки бухгалтерского учета, скажем так, будут переведены полностью на ЭДО. То есть, какие документы планируются именно в электронном виде обмениваться. То есть, если вы будете счета фактуры полностью в электронном виде оформлять с вашими контрагентами, то это хорошо бы указать в учетной политике. Даже если это будет какой-то внутренний ЭДО, все равно есть перечень документов, которые будут только в электронном виде применяться. Соответственно, кроме перечня документов, нужно указать, какая электронно-цифровая подпись будет использоваться при этом простая, либо квалифицированная. Обязательно хорошо бы указать, через какого оператора будет производиться обмен и фиксация вот этих электронных документов. В общем-то, наверное, это вот самые такие основополагающие моменты. Можно также указать еще какой-то порядок предоставления документов в контролирующие органы. Если это потребуется, скажем, если у вас это уже есть в учетной политике и вот этого пункта коснутся изменения при переходе на ЭДО, то да, это тоже хорошо бы отразить. То есть, все, что касается перехода на электронные документы и вот эти процессы все равно тем или иным образом коснутся бумажного документа, оборота, такие изменения вносить нужно. То есть, какие документы, какой подписью подписываются, на каких участках документы формируются, через какого оператора производится обмен, хранение, ну, в принципе, срок хранения электронных документов равнозначен срок хранения бумажных, насколько помню. То есть, здесь особо каких-то изменений не предвидится. Вот. Если на этот вопрос ответила, то хорошо, если нет, могу дополнить. И второй вопрос по дате документа. На самом деле, дата проведения электронного документа, вот в данном случае, наверное, не сильно отличается от бумажной. То есть, вообще, принимать документы, наверное, более правильно именно в том периоде, в котором были оказаны услуги. Соответственно, когда формируется документ, например, акт, о том, что были оказаны какие-то услуги вот в августе месяца. Соответственно, есть дата, есть период. Но при этом электронный документ оборот сместился на день, и контрагент поставил дату принятия 1 сентября. То есть, дата принятия самого документа не является датой оказания услуги. Поэтому здесь каких-то налоговых рисков наверное, не будет. самое главное о том, чтобы соблюсти вот тот порядок принятия документов, который соответствует бумажному. То есть, документ его можно принять, расписаться в его получение следующим днем. Но при этом все-таки важно в первую очередь те сроки применять, указывать и соблюдать, когда была непосредственно оказана услуга. Если со стороны продавца исходящий документ, но здесь понятно, что когда был документ сформирован, отправлен, тогда и дата. Если со стороны покупателя, здесь есть, конечно, разные нюансы, но если говорить в общем, то все-таки акты оказания услуг хорошо бы применять в том периоде, в котором были. пожалуй, на этом у нас все. Рассказать про ЭДО рассказали, показать какие-то основные моменты показали. Если есть еще какие-то вопросы, то пишите, присылайте. Есть электронная почта. Сейчас ее покажем. пожалуйста, наша электронная почта, можно сюда присылать ваши вопросы, даже если они не касаются ЭДО, а каких-то сопутствующих моментов. Обязательно составим ответ, пришлем и расскажем о том, что интересно. Ну и в завершении, если есть все-таки планы по переходу на ЭДО, обязательно стоит помнить о том, что любой процесс требует какого-то изучения, пусть минимального, но если вы решили всерьез и надолго заняться этим направлением, то есть наша компания учебный курс уверенным пользователем ЭДО, здесь можно будет изучить не просто на уровне пользователя, но на уровне хорошего специалиста, который уже сможет сам самостоятельно полностью вести процесс, решать сопутствующие вопросы, то есть станет не просто уверенным пользователем, станет 1С гадошником. Хорошо, всем спасибо за то, что уделили время, дам еще слово Кристине, такое завершительное, а я с вами прощаюсь, была всех рада видеть. я буквально еще несколько секунд для того, чтобы просто показать для новых пользователей и даже не для новых пользователей, 1С вместе с оператором Калуга Астрал 1С размещена техподдержка, нажимаете и проваливаетесь сразу же на сайт электронного документа оборота. Чем он хорош? Для новых пользователей, там кроме того, что собраны все самые частые вопросы и ответы, а также все инструкции для подключения настройки по работе с электронными документами, они подкреплены не просто текстом, а сразу же вот с принтскринами с программы 1С. То есть это очень удобно, особенно для как раз новых это все наглядно показано и очень удобно для проведения например самой первой настройки, либо для отправки электронного документа. То есть вы можете просто открыть, посмотреть и даже без дополнительной помощи специалиста попробовать отправить документ, обменяться электронным документом с вашим контрагентом. Также здесь указана вся техническая поддержка, то есть вот по каждому вопросу вы просто проваливаетесь на каждый вопрос и открывается полностью все как раз инструкции, все принт-скрины. Также можно ввести в поисковике вопрос, который вас интересует и как раз просто проверить и подтвердить либо там свои знания, либо какие-то там сомнения по отправке электронного документа оборота. Так, на этом все у меня, так что спасибо за внимание, всем хорошего дня. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова